Всем привет! На связи НКМИАП с конференцией Халлоу от Москвы. Пишем шоты, как и обещали. В гостях сегодня у нас в аудитории Карен Томасян. По мотивам сегодняшнего доклада «Нормальное делай, нормально будет». Привет, Карен! Привет! Привет! Также сегодня в роли слушателей, импровизируем на ходу, у нас Василий Пантюхин. Привет, друзья! Друг КЗВС. И Михаил Жучков. Приветствую! Который тоже внезапно оказался здесь в нужное время, в нужном месте. Собственно, по поводу доклада. Было достаточно интересно. Очень многое пересекается и с другими направлениями. Не обязательно то, что было рассказано сегодня. У меня вопрос такой. Как ты стал эксплуататором АВС? Как ты уехал в другую страну? Буквально пару минут. И когда пришло к тебе понимание, что за красоту нужно расплачиваться каким-то архитектурным, глубоким пониманием архитектуры, что БКН тоже нужно учить и так далее? Расскажи, пожалуйста. Спасибо большое, Антон. Ну, давай по порядку, наверное. Я жил большую часть своей жизни в Москве. И первый раз я с облачным провайдером столкнулся в 2014 году, когда переезжал с Call of Passion провайдера на Azure. Это был довольно болезненный проект, потому что он совпал с тем, что наш хэд-офис решил закрыть центр разработки в Москве. И, по сути, я просто занимался своими похоронами, как работника этой компании. И поскольку это был конец 2014-го, начало 2015-го года, уже был финансовый грим, были экономические проблемы в России, и у меня были определенные потребности компенсации, искать новую работу в Москве было очень тяжело. Из-за чего, собственно, я начал, сказать, работу за рубежом. У меня, по сути, спасло только то, что у меня уже был какой-то маломатик и подсейджер, который, как облачный провайдер на западных компаниях, он очень ценится. И второе преимущество, по сути, самое главное, это владение английским языком. Я могу так сказать, что есть соседи и слушатели, есть те, кто хотят заправить трактор и собирается на него сидеть без английского, и то есть смысл делать. То есть ты прям как native speaker? Я не буду больше, что я native speaker, но я скажу, что я любил его. Ну, почти как. Ну, почти как. Ну, то есть, понимаешь, native speaker – это там британцы, американцы, и я с ними очень некомфортно себя чувствую, потому что они очень нецелестные. Для них это как на собой сейчас по-русски говорим. И человек, который учет русский язык, пусть и давно, да, ему будет тоже тяжело, потому что есть сленговые выражения, есть какое-то желание слов, то есть, ну, это сложно. Но в любом случае, да, там уровень английского нужен, иначе просто не ползается работать. Пусть там все страны, там, пишутся с вами, кто нанимает отечественников, и нужен английский язык. Ну, не суть. Я отправлял резюмо в несколько компаний, в основном это были страны Германии, Англии и Нидерланды. И в один момент мне позвонили с компанией под названием Hubblu, это главная компания в Нидерландах, и они предложили мне попробовать свою позицию Windows-инженера. После череды собеседов у меня приняли на работу, я приехал, подписал оффер, они сделали все. Скажи, пожалуйста, сколько там было, ну, интеракций? Смотри, первый был, то есть, первый был просто такой холодный звонок рекрутера, ну, не холодный, конечно, он был по отвлеку, два звонок рекрутера, человек спросил, то есть, спросил мелочи по опыту, спросил, какая мотивация, там, ищу, не ищу, что мне интересно в работе. Впрочем, базовый такой скриник от рекрутера, да, на поверке на адекватность. После этого резюме ушло нанимающему менеджеру, нанимающему менеджеру дал добро, меня отправили на собеседование. Я сначала шел просто на платформу инженер, и поэтому меня отправили общаться с людьми, которые как раз, кому команда надо было. Это был первый технический этап, он был чисто по опыту, то есть, люди просто шли по моему резюме и смотрели, окей, ты работал с Ansible, расскажи, ты работал с Ажур, расскажи, ты работаешь, ты не знаю, приезжал, работал там с CVS, с Gitor, ну, и прочее. То есть, какие-то базовые эти, не то, что там, там, как про патчискай, про FreeBest, да, а именно вот такие, просто вопросы по опыту, которые, если ты не брал свой резюме, то легко ответишь. Потом, после этого, через пару дней у меня была обратная связь, естественно, у меня была возможность задать какие-то свои вопросы, какие у них проблемы, там, с какими проектами я работаю, сколько команд, какие фреймворки, языки, программирование, инфраструктуру, ну, все-все-все. После этого мне пришла отбивка атрибутов, что для этой команды, для этой платформы, я реквалифайт, есть предложение попробовать мне в другую команду. Команда занимается, так называемым, digital workstation, то есть, это, по сути, Active Directory, System Center Configuration Management, часть каких-то линуксовых серверов, которые обслуживают офисные, по сути, по коже. Это enterprise какой-то, да, получается такой вариант? 50 на 50, то есть, там, какие-то вещи, там, для офисной автоматизации своей разработанной системы, для управления, например, доступом, который связан с HR-системой. То есть, человек приходит устраиваться на работу, ему, там, файлик сделали в HR-системе, и хоп, у меня там Active Directory появился. Он был на обочине, больше всего. То есть, такие вещи ели. Проблема была в том, что эти люди делали практически все руками, и им нужен был мой опыт в автоматизации, это громко сказано. Опыт в автоматизации, чтобы, так сказать, внести практики, которые выдащили со собой DevOps, в пространство digital workspace. И, когда уже у меня было потом интервью с ними, там уже было немножко посложнее, но, скажем так, если брать уровень интервью, который проходит, там, не знаю, в топ-3 технических компаний России, или, там, такие жесткие технические интервью, где человек спрашивает какие-то низкоуровневые вещи, этого всего нет. В зависимости, конечно, размер компании, но у меня были вопросы из разряда, например, у какого процесса в Linux 1 нет, или у какого юзера нулевые UID. То есть, ну, такие... Может, такие джуновские вопросы? Ну, я не знаю, может быть, джуновские, то есть, там, например, когда меня спросили про... Ну, я называю это, как вопросы на проверку, проеком идиотов. Ну, можно и так сказать. Единственный самый сложный вопрос был, да, человек говорит, там, мы хотим внедрить нам радиус в сервер, как мы это будем делать, да, там, мы хотим на рынок все open-source что-нибудь, как ты будешь это дело тащить? Я такой, типа, ну, я буду публить, я надо будет что-нибудь на GitHub-чике, там, и, по всему, там, полу обшучился, полу рассказывал, как это все должно пойти. Ну, так, с AWS-ом когда столкнулся? С AWS-ом это было позже, то есть, я устроился на работу уже, я сделал все нормально в той команде, в которой хотел, мне стало немножко скучно. И, как раз, компания занималась тем, что носила бэкэнды фронтендов в Amazon. И я хотел тогда, чтобы развиваться всесторонне, я к ним шел что-то вроде так, командировка. То есть, я на несколько компаний работал по скраму, у них двухнедельные операции спринты, и я там на несколько спритов приходил, мне помогал, потому что хватало рук, работы много, рук мало. Я приходил, у меня уже был какой-то амазонский бэдрамм в тот момент, я сертификацию получил в, чтобы не соврать, по-моему, я получил ее в семнадцатом году, и как раз вот незадолго до сертификации я уже с ними работал и помогал. К тому же ребята делали все очень красиво, то есть, они использовали главную инфраструктуру как код, они использовали уже заработанные практики, то, что у них приходилось тогда в МЛАДе, они в том же формате финансировали в Амазон, но вместо того, чтобы собирать все ресурсы руками, они использовали сразу платформацию в МЛАДе. То есть, ребята сначала прошли, обучились, это было большим плюсом для них, что они реально первые полгода просто учились, они вообще ничего не поднимали, они реально проходили сертификацию, и когда они прошли три базовых, и у каждого был хотел архитект, а только тогда они начали уже работать, что уже интересно, потому что, когда ты идешь давать экзамен по Амазону, у тебя есть там требования, чтобы сдать экзамен, тебе пожелательно, чтобы ты год работал с Амазоном. Ребята реально просто на коленке собирали всякие мелочи, поднимали там какие-то компоненты бэкэнда или фронтэнда в Амазоне, чтобы просто набить руку, и за счет этого потом набирали опыт и издавали экзамен. Только после этого они начали уже дело реально наносить, это был очень долгий проект, по-моему, где-то через два года. Тема интересная, то обычно можно сдать сертификат ради сертификата, по сути, имея техническую базу и больше ничего, если требуется именно погружение, да? Ну вот я так скажу, да, ты идешь сдавать архитекту профессионал, там может хватить теории. То есть, по крайней мере, я сдавал старую версию экзамена, у меня не было, например, СС, сейчас, например, в архитекту Ассоции уют СС уже, у меня его не было в Ашо. Но когда я пошел сдавать девелоперы, у меня уже было чуть сложнее, потому что больший повар был на компоненты API Gateway, Lambda, SNS, Dynamo, то есть то, что тогда еще не было так жестко раскручено. Ну вот, а потом, когда я пошел на СИСОПС, скажу так, на экзамене СИСОПС, то, что я слушал в курсе, который как раз подготовлен к этому экзамену, знание получено с курса, мне хватило только процентов на 20, оставшиеся 80 процентов экзамена, это был реально опыт, потому что вопросы, которые там были, их не было в курсе вообще. То есть я выехал тупо за счет того, что я в это время уже плотно работал с Амазону, но это уже было, когда я уволился из Кублю, потому что они не приняли меня в основную команду, я хотел уже целиком попасть, но так не получилось. Я устроился в свою текущую карту. Смотри, вопрос. Ты тот раз в докладе указывал о том, что можно с Амазону начать жить с консолью. До какого момента тебе будет через GUI жить нормально? Да, то есть понятно, что правильно, как ты рассказал, мы идем обучаться, инфраструкция за код и все дела, но в какой момент у тебя начнет консоль болеть? Как только ты в нее что-то поднимешь в продакшен. Как только ты в нее что-то поднимешь в продакшен и как только ты поймешь, что ты не хочешь больше консоли, захочешь инфраструкции с кодом. Люди, которые меня спрашивали про защищали Terraform и критиковали CloudFormation, они задали очень хороший ответ на вопрос, что да, Terraform не имеет в роу-беке, а CloudFormation не имеет в импорт ресурсов. То есть то, что ты создаешь в консоли, и тебе, чтобы поднять на CloudFormation, тебе придется уничтожить и переседовать с нуля. У CloudFormation закрытый стейт, он находится в самом бэкэнде CloudFormation. Ты о нем не паришься, но у тебя нет никакого доступа и контроля. И если ты что-то поднял через консоль, то потом тебе это нужно убивать, писать темплейт. Начал ты пишешь темплейт, естественно, потом ты это убиваешь и поднимаешь уже через CloudFormation. И если речь идет про какие-то стейтлис-приложения, то это не страшно. То есть здесь поднял, потушил, все хорошо, DNS-запись ты поправил, у тебя все отлично. А если речь о базе данных. Ну, то есть нам придется реально брокать базу данных и создавать ее через CloudFormation? Ну, например, да. Единственное, что ты выручаешь, есть такая вещь, как репликация, и никто не отменял. И есть, например, database integration service, который чисто тоже, в принципе, я все реально утаскивал данные, чтобы у меня были минимальные данные, минимальные потери. Печательно. Ну, то есть, да, это единственная проблема, да, и вот сейчас я, в принципе, сколько я с CloudFormation работаю последние годы-два, уже так плотно. И все это время я иду, пока не сделаю импорт ресурс. Немножко грустно от того, что Terraform в теории умеет импорт ресурс. В принципе, он импортирует не в State, а в Sun, я так понимаю, в Terraform-ский шаблон. И когда ты уже будешь делать Terraform Applier, в принципе, ты можешь сказать, а у тебя такой ресурс уже есть, либо ты можешь его вручную ставить. Там, конечно, не совсем корректный подход, но хоть какой-то, да, то есть тебе нужно это переследовать. И Terraform будет знать, что это есть ресурс, где его управление в платформе, но этого нет. И сейчас сделаем, например, Pullumi, который, надеюсь, как, по-моему, мультиклауд на инфраструктуру, через код абсолютно новый подход, поддерживает несколько языков. По сути, довольно стремная система со своим бэкэндом, которая может лежать либо у Pullumi, платить им за это деньги, либо у себя, и будет твоя головная боль. И он поддерживает реально импорт ресурсов в State. То есть, скажем так, если бы Pullumi появился бы год назад, я бы стал использовать уже Pullumi. Потому что миграционно, когда ты насоздавал через консорт, и тебе нужно теперь это превратить в Microsoft через код, через за счет импорта ресурсов делать это гораздо проще. Потому что плохо настроенный ресурс, созданный в консоли, перевести в IAC, это не проблема. Ты пишешь правильный шаблон, убиваешь ресурс, поднимаешь, что все хорошо, и дальше у тебя управление через IAC инструментами. Но гораздо удобнее, когда ты уже засунул ресурс в IAC, и потом уже поправляешь там. Потому что не забывай о том, что другие департаменты тоже работают. Разработка не будет ждать, пока ты все унесешь. Разработчику нужно писать новый код, нужно доставать новый функционал, нужно дать бизнес. И, например, с теми проектами, с которыми я делал, у меня не было права подойти к людям и сказать так, ребята, ну-ка давайте у нас будет feature freeze на два года, пока я все перенесу. Ну то есть, естественно, на это никто не подпишется. В Кублю была реально удобная позиция, что бизнес принимал потребности уезда в Amazon. И реально была приторможена доставка функционалов. И команда разработки занималась тем, что они оптимизировали код приложений для работы с Amazon. Они делали и stateful status. Они адаптировали вместо самогоднего товара. Прости, господи, а в МДБ работали? Ты знаешь, слушаешь? Нет. То есть, в конторе использовалась такая стабильность, что какая-то нооскуль база данных RavenDB, о ней никто не знает. Ее там в рублю в обе шан, дай бог, на пятой странице будет. Люди не стали там класть RavenDB на Амазоне, а потом с ней жить на Dynamo. Они сразу стали переписывать приложения на Dynamo. Что-то на Dynamo, что-то на Elastic Cache и прочее. То есть, люди реально вкладываются в это. В большинстве ситуации, когда ты попадаешь, у тебя люди, которые создали через консоль, у них нет желания заниматься таким рефактором. Если у них есть желание, у них нет возможности. Если у них нет возможности, нет возможности в бизнес. Потому что, по крайней мере, индустрия, в которой я сейчас работаю, она не может стоять на месте. Потому что есть, скажем так, ограничивающий, давящий фактор. То есть, мы приходим к тому, что порог входа в Амазон несколько выше, чем кажется. То есть, они не дали, дали готовы или как? Понимаешь, порог входа в Амазон зависит от того, что ты на ней будешь делать. Ну вот продакшн, да, как мы выяснили. То есть, у нас продакшн, я накликаю продакшн, и в тот момент, когда я накликаю продакшн, он превращается в тыкву, да? Получается так? Не совсем так. Продакшн продакшн розе, понимаешь? Ты можешь поднять маленькое монолитное приложение. Ты когда-то маленький стартап, ты не будешь тащить за собой губернет, а с инфрацированной архитектуры. У тебя никто не знает этого. Тебе реально быстрее написать монолитное приложение. И если ты это монолитное приложение написал через консоль, а потом ты начинаешь заниматься рефакторингом либо имплементацией какой-то другой архитектуры, ты не мешаешь это делать через тоже AAC и тому назад. Но никто тебя не будет другать за то, что ты, не знаю, автоскейлинг группу, которая держит твой монолит, поднял через консоль. Нет никакой проблем. Проблема возникает тогда, когда люди это очень долго делают. То есть, еще раз, консоль — это не самое плохое, что могло случиться. То есть, если ты поднялся на консоли, окей, с этим жить можно, но не нужно делать это корневой частью, скажем так, управления ресурсами. Надо понимать, что это все-таки время на какое-то решение. Старт, скорее, да. То есть, консоль как квикстарт — это шикарная вещь. То есть, у тебя консоль, она дает тебе интуитивное какое-то понимание хотя бы, что ты приблизительно будешь делать. Проблема начинается, когда ты начинаешь ковыряться уже. Пока у тебя там какой-нибудь Cloud Practitioner, уровень знаний, базовый. Окей, работать через консоль — ну, не знаю. Все будет хорошо. А если ты поднимаешь там, я не знаю, уже какой-то enterprise уровень, и делаешь это через консоль, то это такое все. Скажи, пожалуйста, вот на существующем месте, ты сказал, два года работаешь, да? На существующей позиции. Да, спасибо. А ты можешь озвучить там компанию? Компания называется New Motion. Мы делаем инфраструктуру для электромобилей. Электромобилей. Прямо вот нативно, вот как в лучших письменах. Ну, я не знаю. Приехал, зарядил, счет оплатил. Давай так, я скажу, что мы — это стандарт индустрии. Наша компания — это стандарт индустрии, по крайней мере, в зоне Европы. То есть, в Америке, насколько я понимаю, я могу сказать, что там, по сути, сама компания Dazzle занимается инфраструктурой для электромобилей. Но в Европе этим занимаемся. Скажи еще, пожалуйста, а что тебя сподвигло выступить на конференции, поделиться с общественностью вот этим докладом, что делать сразу хорошо, ну, и сбивка по слайдам, даже с картиночками смешными. Ты хочешь, чтобы вокруг тебя было побольше, так скажем так, адекватных инженеров или какую-то цель преследовал? Смотри, я пошел, я завел канал. Я писал на нем о своем опыте, чисто авторский канал. Да, как называется канал, скажи, пожалуйста. Канал называется «Человек и машина». Ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчик, вот это вот все. Лайк, шоу, репост, мы переложим ссылочку. Канал я начал писать со скуки. То есть, когда ты приезжаешь в Нидерланды, у тебя резко появляется внезапный work-life balance. То есть, ты трачен дорогу, во-первых, разительно меньше, чем если ты живешь там в Москве. Я не знаю, как там в регионах России, там, сколько будет добираться работы. Но работу я добирался 20 минут, от двери до двери. И в 9 часов начинается рабочий день, в 5-5.30 он заканчивается. От касты слушать некогда. Ну, может, не два часа. Не два часа. Да, это такая тема. Вот, и мне было скучно, потому что друзей нету, только переехал, только я и жену. Делать здоровенно нечего, поэтому я завел канал. Тогда я был подписан на, вообще, не ставим вулаг, и мне это было интересно. Давайте я свой канал закидываю и буду всякое писать. Вот, и за счет того, что я завел канал, он сначала читался только среди моих друзей, потом я, наверное, забросил его, потом снова начал, познакомился с Мишей, через Мишу познакомился с Тусовочкой, с тобой, Тоха, потом познакомился с Амазонщиками, через Амазонщик потом познакомился с Амазонщиками. То есть это, ребята, комьюнити АВС, если что. Познакомился с Мишей, и, хоп, я уже дружу с ребятами. Настолько крут, да? Да, если бы прямо так все в ступень, там, Карен, Миша, АВС, это круто. Но я познакомился с сообществом, и, в общем-то, из-за этого и понеслась вся вот образовательная деятельность. То есть, почему я это делаю? Ты возвращайся к моему вопросу, я делаю это потому, что я хочу читать, решать сложные проблемы, скажем так. То есть, сообщество – это организм, который помогает друг другу. То есть, это вещь себе. Люди приходят с вопросами, это некий социум. Да, он сам себя, скажем так, селфи, как структур, пусть будет так. Сам организовывает и так далее. Сам организовывается, сами себе помогают. То есть, приходит любой человек с любой проблемой, и ему пытаются помочь, да, по мере усилий. Естественно, если ты сильно занят на работе, то никто не будет там ждать, что ты придешь читать, и ты все равно поможешь. Но проблема возникает тогда, когда простые вопросы начинают задаваться слишком часто. И вот тогда возникают вопросы именно челленджи. И все проблемы, которые существуют на работе – это проблемы, созданные в связи с некомпетентностью, в хорошем смысле этого слова, людей, которые этим занимаются. У этого слова бывает хороший смысл? Ну, некомпетентный – это кто? Это человек, который делает что-то, не имея необходимой при подготовке к этому. И, к сожалению, в этой индустрии развивается такими быстрыми темпами, что невозможно быть компетентным. Ну, я понял. То есть, так исторически сложилось, это понятно, как… То есть, во-первых, в нейропонимании слова «компетентность», да, вот как можно сказать, что человек – компетентный специалист по Amazon Web Services? Это 166 лишних сервисов. Да, наверное, уже 170 сделали, я не знаю. Ну, как ты можешь это… Ты будешь считаться компетентным, если ты будешь знать все? Потому что все ты знать не будешь. Может, Василий у нас знает сколько сервисов? Правильно сказал. И здесь как раз это главная сложность, например, с которой столкнулся я, когда только пришел работать в AWS. Потому что мы практически сразу же начали ходить с заказчиком. И главное мое ощущение, наверное, первые полгода – это то, что ты всегда глупее заказчика, он всегда лучше тебя разбирается в технологиях AWS. Потому что к одному заказчику в течение дня ты приходишь, и он тебя мучает, соответственно, какими-то вопросами по ML. Другой заказчик спрашивает, как докеры и контейнеры, и третий говорит, жалуется на машинки и сету, а четвертый вообще ничего не знает, но при этом все ругает. Поэтому то, о чем говорит Карен, мне настолько близко, что… Ну, в общем, да, и вопрос компетенции здесь как бы не стоит. И слово «некомпетентный» не может звучать в плохом смысле, в принципе, потому что слово «некомпетентный» «некомпетентный» человек, который занимается тем, в чем не очень хорошо разбирается. Но нужно сделать вчера до обеда. Да. Каким-то образом. То есть инфраструктура, которую я на одном из, так сказать, проектов разбирался, была сделана плохо не потому, что человек дурак, а потому что у него горели сроки, нужно было делать очень быстро. И кто-нибудь пришел на помощь, правильно? Возмунская консоль. Потому что нужно было быстро-быстро-быстро все поднято. Потому что сроки горят, нужно сейчас, но делать быстрее. И времени делать это про «красивый», правильно, не было. И, в принципе, вот мой доклад, он не про то, что делать сразу суперкруто. Суперкруто сразу делать нельзя, если у тебя нет опыта. Тебе нужно сначала сделать плохо, сделать зато хорошо, и потом ты признаешь, как делать хорошо. Проблема в том, что люди, которые делают плохо… Продолжают делать плохо. Они продолжают делать плохо. Они не видят проблемы. То есть, это как бы, знаешь, нельзя человеку помочь, если он считает, что проблемы нет. Если он не хочет, чтобы мы помогли. Да, да. И, помимо этого, мы имеем огромный пласт людей, которые считают, что всеоблашные провайдеры – это большущее зло, что это дико неэффективно, что это очень дорого. То есть, в том же сообщении «Довос Москва» человек считал ценником деманты и говорил, что «Амазон» – это очень дорого. И когда я ему сказал, что есть такой же призер инстансы, он был в шоке, потому что это незапно и стал дешевым. В том, что в докладе указывалось, что можно посчитать правильно, а можно посчитать, как все считают. И у нас получается большое расхождение даже с точки зрения финансовых вложений. Не совсем так. То есть, когда я говорил про расчет оценки, экономики и облачного решения, здесь нет. Именно посчитать правильно или неправильно. Когда ты трогаешь «Амазон» впервые в жизни, ты понятия не имеешь, какая у них бизнес-модель. То есть, люди не всегда знают про призер инстансы, а для споты это просто что-то непонятное. Хотя реально сейчас компании, которые, я не знаю, как сказать по-русски, мачур, когда они уже прям заматерили. Заматерили. Заматерили или заматерили. Они могут там чуть не всю свою инфраструктуру держать на спотах и жить при этом просто хорошо, тратить какие-то жалкие копейки. Естественно, есть такие компании в уровне Netflix, которые просто огромные масштабы. Я не знаю, что будет с «Амазон» веб-сервисе, если Netflix будет. Понятное дело, что они закроются на следующий день. Но для Netflix это считается, по сути честно, рандом «Амазон» веб-сервисе. Ты смотришь на Netflix и ты видишь, что можно понять на «Амазон». То есть, я не знаю, какие у них отношения между Netflix и «Амазон» веб-сервисом. Но, тем не менее, ребята понимают огромные вещи. Да, у них свой кэш, у них свой CDN. Бизнес-лодик у них работает на AWS. И все равно люди, которые не смогли разобраться, не разобрались в ценовой политике, не разобрались в зонах ответственности, за что отвечает «Амазон», а что за что отвечает, что не разобрались, что такое трехзвены и архитектура, что такое стейтлесс-приложение. То есть, люди, которые сейчас активно топят за «Кубер», говорят, что это «Клубер», но этих не могут разобраться в ценовой политике. Если то, мне это кажется немножко странным. У меня вопрос. Смотри, есть же «Амазон»-калькулятор, который вообще доступен. Насколько он валиден? Или это плюс-минус километра ценка все-таки? Слушай, я не буду говорить точно, но он, по-моему, не валидный, потому что он очень много… А там, по-моему, ценник именно… Как работает калькулятор? Ты кликаешь какой-то… Это приложение, работающий на астре, это обычный статический веб-сайт, в котором ты нажимаешь на какой-то ресурс, который ты запускаешь, выставляешь там, сколько тебе таких надо, и он берет данные изнутри себя. Да, он, по-моему, не бежит на… Василий, поправься, ошибаюсь, он цены берет изнутри себя, или он бежит куда-то в бэк-энд «Амазон» и там берет цены? Ну, я, естественно, его не разрабатывал. Я думаю, что он держит это внутри себя, но основная задача калькулятора – это все-таки сделать оценку, такую нулевую итерацию, то есть, конечно, верить этой какой-то цифре, особенно с запятым после этой цифры, я бы не стал ни в коем случае… Это оценка снизу или она сверху все-таки? Это оценка сбоку, я бы так сказал. Это тебе показывает порядок цены, а дальше… Просто ты очень делаешь много предположений, и даже само это, оно очень сильно угрубляет любые оценки, такие ценовые. Понимаешь, проблему даже не в калькуляторе как таковом. Точно так же, ошибиться можно зайти на документацию, там, допустим, pricing-секцию любого сервиса. Вот, например, ты заходишь в pricing-секцию Config, и ты видишь, что у тебя там конфиг стоит там столько-то, я не знаю, какой-то там тысяч на миллион центов за один ресурс. При этом ты знаешь то, что… Ну, ты, если не проверишь, ты не знаешь, что конфиг использует лямб, например, для проверки проектов, за которые тоже надо платить, и то, что он держит инвентарь ресурсов в S3, за которые тоже влезапно надо платить. То есть, ты пришел, только сколько у меня будет стоить конфиг, чтобы изучать там состояние мэриста виртуала? Окей, а, ну всего-то там, не знаю, пару копеек, а потом фоба у тебя истрика является всеми. Это прекрасные скрытые комиссии. Ну, не прекрасные скрытые комиссии. Амазон это не прячет. Нельзя говорить про Амазон, что он что-то от тебя утает. Он не утает, он говорит об этом прямым текстом. Ну, чтобы это увидеть, тебе нужно зайти в документацию, в pricing-модель и прочитать это. Люди этого не делают. То есть, здесь проблема ценообразования у Амазона. Люди говорят, что Амазон не читают даже, за что он берет деньги. Смотри, ты затронул тему кубернетиса и Cloud Native, да? Я не специально. Так получилось. Но Амазон, на самом деле, ее затрагивал еще в момент старта и пропагандировал это под соусом CloudReady, по-моему это называлось. О том, что вот как раз вот те же самые cattle над Pets и прочие радости. И вот мы уже сколько лет Амазон продвигается на рынке? Ну, стартанули мы в шестом году. Первый сервис появился в 2016 году, и Ситу появился в 2009. И что-то как-то до народа все ничего не доходит? Когда ты говоришь народ, то кого им еще? Ну, то есть, смотри, все равно. Ну, хозяйку. Ну, у них 10 человек, кто дома хозяйка. Мы говорим про какой рынок? Мы говорим про Россию? Да, допустим, Европа. Давай мы поговорим отдельно про Европу и отдельно про Россию. Хорошо. Ну, давай отдельно про Европу. В Европе уже давным-давно все сидят на облаках. И они понимают и готовят Cloud на эти приложения, под облака, со всеми... Я не буду говорить этого. Я сказал, что практически все в Европе, кто более-менее не ограничен какими-то регуляциями или какими-то требованиями производительности, потому что Amazon никогда не даст эту производительность, которую ты получишь на своем собственном железе, который у тебя под боком. Или банки, которые обязаны держать процессинг у себя, они бы рады положить его в Amazon, но им запрещают этот закон. Такие организации, они все сядут головно на Amazon, потому что Amazon для них реально дешевле. Дата-центр в Нидерландах, ребята, это очень дорогое удовольствие. А арендовать железо в Нидерландах стоит чуть дешевле, чем аренда Амазона. А головной боли получается очень много. Говорю как человек, который работал с нидерландскими колокачами. То есть даже несмотря на то, что у них условные приложения не адаптированы под Amazon, давайте назовем это так, а у них все равно это выходит дешевле, чем... Да, конечно. Опять же есть компании, допустим, финтех-организации, которые обрабатывают огромные объемы данных, и для них Amazon это реально очень дорого. Потому что им нужны там, не знаю, сто пятидесят ядерные серваки, которые Amazon может и даст, но это будет такая, что реально в этом моменте я проще реально построить свой дата-центр. Со своей автоматизацией, со своими прошивками. У меня такой яндекс свой. Если даст, то это будет ценой как dedicated, под клиента, да? Миллиард ядер. То есть под клиентов в данной конфигурации придется выделять, допустим, целый стэк серверов только под одного получается. Ну, здесь не проблема, то есть ты финтех-организация, ты занимаешься торговлей с биржами, ты коммуницируешь с биржей. Биржа — это очень сложная система с очень большим объемом, очень быстрыми изменяемыми данными. Ты не сможешь обрабатывать это на улочных мощностях. Ну, может, и сможешь, но не так эффективно, как на своих этаке организациями. Объясни, почему я не использую свои мощности. Я понял. Мы говорим про SMB, да, small meeting business. Этот бизнес реально идет в Амазон не потому, что он там где-то в рекламе прочитал, думал, что это хорошо, потому что к нему это самый эффективный путь. Ну и в рекламе прочитал в том числе? Особенно не последнего. Никто сейчас не читает рекламу. Опять же, на примере моего прошлого работодателя. Люди, перед тем, как принять решение уезжать в Амазон, они порядка года до этого, то есть еще до того, как я продемонстрировался, они изучали ту большую тройку, Azure, PCP, AWS. Очень долго изучали, куда ехать. Вплоть до того, что они очень долго общались с клад-провайдерами о их стратегиях развития, что они собираются, какой функционал добавлять и прочее, потому что это очень важно. Если интересно, я отдавал презентацию про переезд в публичное облако на форуме. Доклад называется «Переезд в публичное облако на примере AWS». Он есть на Ютубе, и можно, в принципе, видеться на Ютубе, это будет первое, что вы увидите. И там я объясняю, как надо выбирать Амазон. Ну ты потом ссылочку дашь, мы приложим к этому ссылку. Да, да. И выбор облашенного провайдера тоже довольно серьезное место. Давай, Миша, последний вопрос. и сворачиваемся. Это будет уже не шот, а подкаст. А уже вот это самое. Смотри, ты говоришь, что дешевле там снимать Амазон. Но вот компания, которая твоя первая, они же какое-то время потратили на ресерч. Ресерч – это время и деньги. Если заложить вот этот вот ресерч туда, в цену Амазона, то настолько же выгодно получается. Ты имеешь в виду стоимость Амазона плюс стоимость людей, которые потрачены были на ресерч? Да. Эти же люди, опять же, да, это скрам-команды, это спинтеты. Это не то, что они реально сидят, целый год изучают, что внутри Амазона, или ГЦП, или Ажуры. Когда я говорю ГЦП, они не знают, что они прям вот вовнутри 65 дней в году этим занимались. И это те же человека часы. То есть, они занимались бы… Ну, давай так. Люди, которые тратят время на изучение кубернета с того же, да, там, что писание может подходит для них или нет, да, это разумный расход средств. Если ты проводишь исследование, если ты понимаешь, что большая троя провайдеров тебе не подходит, это fail или success? Как ты считаешь? Я считаю, что это success. Ну вот. Собственно, за этим и делается. любое исследование имеет смысл. И в компании, которые готовы вкладываться в внутреннюю IT, да, у себя, по самому, они будут вкладываться в ОРНД. Это издержки, которые любой большой или средний бизнес готов нести. Стартап – другой разговор. Им нужно быстро-быстро делать продукт, чтобы оправдать ожидания инвесторов на СМГ и на большую организацию, которых есть этот ресурс. Они готовы этим заниматься, это для них не проблема. Человек часы – это не проблема, это не те трудозаплаты. Ну, смотри, теперь вернемся, да, там, про людей из России. Вкратце просто, чтобы понимать, да, здесь обоюдово стримничь получается, да, с одной стороны, люди боятся облаков в России. Наверное, это предположение, не могу ошибаться. А с другой стороны, большая тройка провайдеров не совсем заинтересована в развитии использования России как рынка. Поэтому здесь получается, что ни большая тройка не идет к России, ни России не идет к большей тройке. Поэтому и получается такая ситуация, что для среднестатистического акишника, который считает, что он там с десятью девятками поднимет у себя там фрибейстый сервер, он будет продолжать так думать, потому что он не хочет, им это нужно. Ну, воспринимание облака в России это вообще отдельная боль. Мне кажется, тема отдельного подкаста целиком. Там можно... Так и запишем. Да. Да. Хорошо. В общем, спасибо, уважаемые докладчики. Тут внезапно... Только сейчас до меня дошлось, я собрал в одной аудитории троих докладчиков. С нами сегодня были Карентов Масян, Василий Пантюхин и Михаил Жичков. Ну, а также я, Антон Клачков. Всем пока. Спасибо. Пока. Всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok